Друзья, всем привет! Приехал на Бумрово поселение. Собаку оставил на путике, на Буранке. И сюда на лыжах пришел. Метров, наверное, 300 по ручью. Вот дошел до плотины. Вот она плотина. Осенью я сюда приходил, но добраться было сложно. Весь лес, вот этот вот, он весь затопленный. Качкарник высокий и промеж кочек вода. Заходил я с этой стороны, дошел до этого корня. И вот здесь вот стоял на плотине осенью. Ну что, друзья, вот я добрался до основной плотины. Да, видно свежая черная грязь. Здесь вот, видно, как будто кто-то ползал даже. Ага. Ну все, разведка проведена. Результат оказался положительный. Бобрики здесь живут. Пузыри. Вот лед стоит и видно, что пузыри подо льдом. Пузыри там, вон дальше пузыри тоже есть. Вот пузыри. Ну все, оставляем это место пока в покое, до хорошего льда, чтобы потом уже ставить капканы с приманкой под лед. Ну все, с первого взгляда кажется, что вода будто бы упала. Плотина намного выше, чем уровень воды. А может так просто снегом надуло. Сейчас посмотрим. Взял с собой сегодня два капкана. В планах установить. Имеется еще одна незакрытая рецензия на бобра. Вот она, вот она плотина. А вот здесь как будто как ямка такая. А там же опять кажется высоко. Вода шумит. Возможно бобры просто воду спустили маленько. И лед осел. Вот такая яма здесь. Хата находится в той стороне. В прошлом сезоне здесь поймали двух бобров. Осенью сюда пришел. Еще были погрызы. Сейчас ехал по путику. Проверил также капканы на куницу. Результат по куничке. Ничего не попалось. Но лиса походила, похозяйничала по путику. Сейчас эти кадрики вставлю. То, что я наснимал. А так капканы все пустые на куницу. Подъехал к следующему капкану. Ехал в эту сторону. Вот лиса. Лиса бегала. И там тоже подходила к капкану, к ящику. Все вокруг истоптала. Вот смотрю. Прямо на дорожке, на буранке. Приманка моя лежит. Вот здесь лисой все исхожено. Вот она съедена приманка. Рябчик. Остались одни перышки от рябчика. Вот капкан стоит. Вот борозда. Лиса ходила. Вот здесь все исхожено. Можно здесь топталась, топталась. Может даже здесь она и ела. Вот он капкан. Здесь была приманка. Вот веревочку даже оторвала. Лесная леса осмелилась, подошла. Был бы здесь много захват, которые сейчас запрещены на ловлю куницы. Она бы могла сюда спокойно наступить. Приманка была бы день повыше. И влететь. Ладно. Еду дальше капканы проверять. Пускай это все дело здесь остается. Даже не буду заряжать. Следов куньих нету здесь. И лиса тем более повадила. Сейчас лесу кормить смысла нет. Пускай пока так все остается. Еду дальше. Вот подъехал к следующему капкану. И такая же картина. Посюда я вот до капкана иду. Сейчас вместо моих следов здесь лиси и следы. По направлению к ящику. Сейчас посмотрим. Обстановку. Мой ящик вот заряжен. Ящик заряжен. А вот это вот лесой все выбито возле ящика. Вот так вот все она вытаптывает. И так вот под каждым ящиком все ящики. Ну в принципе ящики пустые, заряжены. Куницы в нем нету. В них нету. А вот такая вот картина. И вот на одном ящике хочу показать вам пример. Лиса лесная. От деревни далеко. И пофигу ей на это железо. Стоял бы где-нибудь следовой капкан. Она бы влетела. Вот стояло два сбежика. Один сбежик стоит. Один валяется. Лиса затоптала его. Здесь под ногами вот как асфальт меня держит. Все вытоптало. Все вытоптало. Но достать не может. Вот приманка бобрятина. Сейчас сходим посмотрим, что там. Возле ручья вниз спущусь. Получается бобрятник здесь. Сейчас буду капканы на бобра еще устанавливать. Лицензия на бобра еще одна есть. Ладно, иду туда, там смотреть. Вот и следующий капкан. Стоит в той стороне. Иду проверять. Здесь тоже стоит следовой проходной. Производство в СУАЗ. Так. Вижу, что капкан схлоплутый. Приманка на месте. В капкане вроде как будто хвост чей-то что ли. Так. Да. В капкане. В капкане перья. От хвоста. Похоже, как сойка. Сойка или кедровка. Приманка на месте. Сюда лиса не подходила. Но по буранке так и ходит. Чувствует приманку в ящиках. Подходит. Все вытопчет. В ящики пока не залазит. А вот такой же капкан один она приманку расторожила. Вернее, приманку съела, а капкан не расторожила. Капкан остался. Сработан. Ну, без приманки он действовать все равно не будет. Получается, что расторожила капкан. Сейчас этот капкан заряжаю и еду дальше, в сторону бобредника. Вот она хата. Вылазов не видать, что где-то бобр вылазил. Капканы буду устанавливать. Один здесь. Вот на этом месте. Второй капкан за лопатой, где лопата стоит. Все, начинаю потихоньку работать. Вот, друзья, приготовил место под майну. Снега примерно, наверное, метр, может чуть меньше. Сейчас буду здесь прорубаться. Продолбил майну. Получилась вот такая вот большая майна. Можно сюда поставить аж три капкана. Получилось из-за чего? Изначально начал прорубаться вот в этом месте. Не угадал с руслом, прорубился прямо в берег. Буквально сантиметров сорок и все, и начинается берег. Основное русло идет маленько правее от меня. Ну, пришлось еще около метра прорубить в ту сторону. И как раз получается вот самое глубокое место в этой стороне. Сейчас найду себе жердь, чтобы зафиксировать капкан в висячем положении. Приманка у меня с собой есть, привезена. Приманку буду ставить осину. Осиновый получается брусок будет идти. И также на носорожку примотаю осиновые веточки. Иду вырубать жердь сухих здесь деревьев предостаточно. Сейчас какое-нибудь одно срублю. Вот так вот привяжу осинку. Все, можно опускать капкан. Тапкан готов к установке. Вот так это все будет выглядеть. Иду устанавливать. Капкан установлен. Сейчас буду засыпать снегом. Чтоб сильно не промерз. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот, друзья, капкан один установлен. Снегом засыпал. Сейчас здесь поставлю метку, что здесь прорублено лишнее, чтобы в следующий раз мне аккуратнее быть, не забыться и не провалиться. Вон, палочки сухие лежат. Сейчас сюда воткну, что вот это место надо будет обходить стороной. И там поставлю палочку, что капкан стоит. Здесь поставлю две. Там поставлю одну, что там стоит капкан. Все, сейчас таким же способом буду устанавливать второй капкан в районе вон той елки. Вторая майна тоже готова. Лед не сильно толстый, сантиметров 20, наверное. Не толще. Зато снега вот. Сколько много снега. Поэтому лед за эту зиму не сильно промерз. 20 сантиметров это ерунда. Сейчас иду за капканом за вторым. Там он находится. Насторожу его и буду опускать. Вот и второй капкан установлен. Осталось засыпать его снегом и дождаться результата. Сейчас засыпаю снегом, чтобы сильно не промерзло. Проверять. Приеду через неделю. Собираю все вещи и выдвигаюсь в сторону мотособаки. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok